Друзья, приветствую всех! Сегодня будет уникальное видео, таких видео я еще не записывал. Сегодня будет мастер-класс по моему онлайн-бизнесу. Сегодня я вам расскажу о своих активных источниках дохода. Не о пассивных там, аренде, инвестициях, а об активных источниках дохода. Это мой закрытый канал и партнерские программы. Сегодня я вам расскажу, на каком одном принципе я построил весь свой бизнес. Я вам расскажу, как с помощью этого принципа зарабатывать на партнерских программах больше, чем все остальные. Для некоторых начинающих предпринимателей, вот для вас, я думаю, это видео будет одним из самых полезных видео в жизни по построению бизнеса. Я вам расскажу, как я мыслю, как я без рекламы выстраиваю всю концепцию по продажам. В общем, ребята, вы реально офигеете от тех абсурдных идей, которые я внедряю. На эти идеи очень хорошо работаю. В общем, друзья, досмотрите это видео до конца, законспектируйте все мои связки. С помощью вот этих связок любой бизнес вы сможете привести к успеху. Любой бизнес. Итак, что вам нужно сделать в первую очередь? Если вы планируете запустить бизнес, смотрите, в самом начале вам нужно все свести к одному понятному, простому принципу. И вокруг этого принципа уже все выстраивать. Этот принцип должен быть вам понятен. Вот, все эти схемы, ребята, вам нафиг не нужны. Я всем этим не пользуюсь. Я ничего этого не изучал. Я работаю по-другому. Вам не нужны никакие специальные знания. Вы должны выстраивать привлечение клиентов вокруг одного понятного принципа. И тогда вы не запутаетесь, тогда вы будете понимать четко, куда вы идете. Итак, какой мой основной принцип? Он такой простой, что его все игнорируют. Вот мои коллеги, так сказать, по цеху его полностью игнорируют. Они ищут какие-то сложные схемы, но работает всегда все самое простое. Этот принцип звучит так. Чем больше отдаешь, тем больше получаешь. Благодаря этому принципу ко мне подтягивается очень много людей, и люди сами распространяют мой продукт. Ребята, вот всей этой ерундой я вообще не занимаюсь. Вообще не занимаюсь. Люди сами продвигают мой продукт. Создают аккаунты в ТикТоке. Сами продвигают мой продукт. Сами продвигают нашу философию. Сами. Я не трачу деньги на рекламу. Вообще. В общем, давайте я сейчас на своем примере разберу, как это все работает. Начнем с партнерской программы. Для примера, вот я возьму партнерскую программу Биржи Бинанс. Как на партнерке зарабатывать больше, чем все остальные? Как применить вот этот вот принцип? Чем больше даешь, тем больше получаешь. Все очень просто. Чтобы заполучить больше клиентов, дай людям больше. Чем больше ты людям дашь, тем больше людей к тебе подтянутся. Простейшее правило. Дай максимальные скидки людям. Максимальные скидки. Людям же хорошо. Где им лучше зарегистрироваться? Где? Там, где самые лучшие условия. Логично? Логично. Рано или поздно в нашем мире человеку придется столкнуться с криптой. Ему рано или поздно придется завести кошелек. Зарегаться на бирже. Поэтому лучше всего ему зарегаться, конечно же, по моей ссылке. Потому что у меня лучше условия, чем у других. Простейший принцип. И я получу намного больше клиентов, чем мои, можно сказать, конкуренты. Которые тоже размещают в описании ссылку. Вот как выглядит регистрация через оригинальный сайт. Смотрите, никакой скидки нет. Вот моя ссылка, да? Вы получите скидку на комиссии 20%. Вот смотрите, 20%. Вот еще раз. Оригинальный сайт. Никакой скидки нет. Я перешел по реферальным ссылкам других блогеров. Взял самых топовых блогеров по крипте. Самых топовых блогеров. У них нет скидки. Вот я перешел по ссылке одного из самых топовых блогеров. Смотрите, он скидки не дает. Я замажу, да, его реферальный ID, чтобы никого не дискредитировать. Еще есть один крутейший топовый блогер. Вот, тоже скидки нет. Где людям лучше регистрироваться? Конечно же у меня, ну лучше получить 20% скидку, лучше получить 50 долларов за регистрацию. Конечно же лучше, чем просто зарегистрироваться и ничего не получить. Вот и все. Смотрите, ребята, может кто-то не понимает, как работает партнерка. Я вам сейчас объясню. Может кто-то спросит, а почему тогда остальные блогеры не ставят вот эти вот скидки? Им что, менеджеры не дают этих скидок? Нет, дают, ребята. Вот эти вот скидки есть у всех. Каждый их может ставить. Здесь вопрос в другом. Если вы ставите вот эту вот скидку, то вы будете с партнерки в два раза меньше денег зарабатывать. Вы же делитесь с людьми, понимаете? Условно. Какой-то блогер зарабатывал без скидки. Условно. 10 долларов за одного клиента. За одного клиента он зарабатывал 10 долларов. Теперь он поставит вот эту вот скидку и будет зарабатывать не 10 долларов за одного клиента, а 5. Вот почему они не хотят ставить вот эти вот скидки. Они думают, да, что они будут меньше зарабатывать. Но парадокс в том, что если ты поставишь скидку, к тебе подтянутся больше людей. И если условно у одного блогера в день, который скидки не дает 10 клиентов, а у меня будет в день 30 клиентов, и за счет количества я больше буду зарабатывать, чем тот человек, который не дает скидку. Вот и все. Они этого не понимают. Они думают, что вот они будут меньше зарабатывать. Ребята, знаете, что я говорю менеджерам? А можно, чтобы вот здесь у меня было не 20%, а 30? Можно дать людям больше? Слушай, я понимаю, что в долгую я больше заработаю, если я буду больше отдавать людям. Тогда вообще все ко мне ломанутся, потому что, ну, ни у кого нету такой скидки в 30%. Ни у кого вообще будет только у меня одного. И все будут регистрироваться через мою ссылку. Это работает в долгую. А вот остальные блогеры, да, ну, они хотят здесь и сейчас. Они не понимают, что нужно работать в долгую. Ну, простейший принцип. Знаете, что я предлагал вообще менеджерам сделать? Я говорю, а можно сделать так, чтобы человек, который зарегистрируется по моей ссылке, получал от меня 5 баксов? То есть человек регистрируется, проходит верификацию, и ему автоматически капает на счет, на его прям счет 5 долларов. И он сразу же эти деньги может вывести. Я говорю, можно так сделать? Они говорят, ну, нет, так сделать нельзя. Я хотел выделить пул, да, и вот чтобы каждому клиенту просто от меня, да, вот такой вот приветственный бонус. Представляете, ну, сколько бы было тогда у меня клиентов? Просто, да, человек регается. Окей, многие будут этим пользоваться. Но, ребята, в будущем это принесет мне большие деньги. Да, многие будут специально регаться, чтобы брать эти деньги, там, выводить. Будут и такие ребята. Ну, блин, людям вообще будет приятно отношение мое, да, что я позаботился о людях и вот просто, да, сделал им приятное. Смотрите, да, 10 тысяч человек зарегистрируется. Я каждому дам по 5 долларов. Я потеряю 50 тысяч долларов на этом. Но эти 10 тысяч человек мне принесут, ну, намного больше, чем 5 баксов. За, условно, там, 2 года, давайте возьмем. Эти 10 тысяч человек принесут мне, ну, точно по долларов 30. Каждый. 10 тысяч умножаем на 30. 300 тысяч долларов я заработаю. А отдам всего лишь 50. Но, если я буду в короткую работать, да, это, блин, невыгодно. Я сейчас просру 50 тысяч долларов. Но потом оно мне воздастся. Железный принцип. Чем больше отдаешь, тем больше получаешь. Но это не работает вот на короткой дистанции. Это все работает в долгую. Поэтому, друзья, я везде в описании оставляю ссылку на биржу Binance. Раз, подписываю, пожизненная скидка, 20%, плюс 50 долларов за регистрацию. Я активно акцентирую на этом всем. Потому что и мне хорошо, и людям хорошо. Я могу, да, об этом вещать. Я могу, потому что я-то поделился с людьми. А вот другие блогеры не могут, потому что они зажали скидку. Они зажали скидку. Они взяли все себе. Почему ты-то раз так часто о партнерке говоришь, они вообще об этом не упоминают. Ну, потому что... А что упоминать? Что упоминать? Что я зажал для вас скидку? Смотрите, у Джо Виталия есть крутейшая книга. Величайший секрет, как делать деньги. Эта книга, можно сказать, изменила мою жизнь. На этой книге и строится весь мой подход к бизнесу. В этой книге раскрыт этот принцип. Чем больше отдаешь, тем больше получаешь. Вот вы видите, эта книга есть на YouTube. В общем, ребята, всем советую. Также в описании под одним моим видео на YouTube я оставлял список книг, которые изменили мою жизнь. Вот книги с 2016 по 2018 год. Вот книги с 2019 по 2021 год. Давайте в описании к этому видео я тоже оставлю все эти книги. Вот, ребята, Джо Виталия. Величайший секрет, как делать деньги. Эту книгу я прочел, по-моему, в 2016 или 2017 году, уже не помню. Эта книга и повлияла на мой подход к бизнесу. Вообще, все вот эти вот книги повлияли на меня, на всех этих книгах. И строится моя жизненная философия. Теперь перейдем к закрытому каналу, который постепенно перерастает в закрытый клуб. Как этот принцип работает здесь? Ребята, этот принцип применим в любом бизнесе. Вы можете применить его в своем бизнесе. Он принесет вам большие деньги. Я вам даю гарантию. Смотрите, как вообще все начиналось у меня. Люди смотрели YouTube, смотрели мои видео и они хотели большего. Отдай людям. Дай людям больше. Да, они хотели. Живые встречи со мной, мое наставничество. Знать о моих сделках. Смотреть мои закрытые видео. Общаться вот в кругу единомышленников. Обучаться, смотреть разные курсы, мастер-классы и многое другое. Мне нужно было это дать людям. Люди хотели быть на связи со мной. Люди хотели быть в нашей тусовке. Окей. Что я сделал? Смотрите. Первое, что вам нужно сделать? Вы должны проанализировать всех конкурентов. Всех тех, у кого есть похожий продукт. Я взял и посмотрел вот всех конкурентов, всех ребят, которые ведут свои закрытые каналы. Что у них там в закрытом канале. Как они продают свой продукт. И вот после того, как я посмотрел на все эти каналы, я понял, что они ничем не отличаются. Плюс-минус везде одно и то же. Что вам нужно сделать? Вам нужно найти уникальность. Я начал искать уникальность свою. Чем я буду отличаться? Мне нужно найти такую уникальность, которой не будет ни у кого. Которой не будет, не знаю, нигде больше в мире такого не будет больше. Это будет только у меня. И вот я нашел эту уникальность. Идиотская немного уникальность, потому что нормальный человек такое не внедрит. А я думаю, а я это сделаю. У всех были подписки. Я посмотрел, у всех подписка. На месяц, на три, на полгода, на год. Везде подписки. Я думаю, а что мне сделать, да, чтобы всех переплюнуть? А у меня не будет никаких подписок. У меня будет пожизненный доступ. Платишь один раз, и ты навсегда в сообществе инстардинг. Круто, круто. Такого ни у кого нет, ни у кого. Но, какой минус? Весь доход я буду получать только за счет новых людей. Если в других сообществах можно продлить подписку, и будет, да, постоянный денежный поток. У меня такого потока не будет. Но, именно вот эта уникальность и притягивает новых людей. Потому что, ну, только вдумайтесь, да, в то, что я придумал. Это, по сути, утопия. Никто такое в жизни, в мире, никто такое не внедрит. Ты покупаешь доступ, платишь один раз, а я добавляю информацию. Добавил информацию на 10 тысяч долларов. Человек заплатил вот 350 долларов, а я добавил информацию на 10 тысяч долларов. Потом, вдумайтесь только, добавил еще информацию на 10 тысяч долларов. Потом еще на 10. А человек, все, он уже заплатил 350. Он больше за это не заплатит. А доступ к новой информации получает бесплатно. Представляете, ну, насколько это выгодно для человека. Чем раньше купить, тем лучше. Потому что потом я подниму цену, да, я же информацию добавляю, новую, я трачу на это ресурсы, деньги, да. Потом доступ, условно, будет стоить там в следующем году 500 долларов. А человек уже заплатил 350 и продолжает получать доступ к новой информации. Этот продукт раньше стоил 200 долларов, а кто-то еще покупал там за 150. И тот человек, который купил этот продукт за 150, он продолжает получать доступ к новой информации. Вложил всего лишь 150, а получит инфы на 50 тысяч долларов. Представляете, насколько это для человека выгодно и экономно. Он не будет тратить постоянно деньги на эту подписку больше никогда. Да, представьте, вот вы купили абонемент в какой-то комплекс, в спортзал. Просто спортзал. Там есть какие-то мячи и все, больше ничего нет. Купили абонемент за 100 баксов. На всю жизнь. И потом в этом комплексе строят бассейн. И вы можете пользоваться бассейном. Потом построили зал для гимнастики. Потом добавили тренажерный зал. Абонемент уже стоит не 100 долларов, а 600. А вы раньше купили за 100. И можете пользоваться и тренажерным залом, и бассейном. Вы больше никогда не доплатите за это деньги. Все, вы уже купили когда-то давно по 100. И можете пользоваться новыми продуктами. Вот какую, блин, я внедрил идею. Кто такую идею внедрит? Ну, остальные бизнесмены, блин, подумают. Да это полнейший шлаг. Я же буду работать в ущерб себе. Нет, не будешь ты работать в ущерб себе. Есть не только цифры. Есть не только цифры. Если вы будете считать все только в цифрах, только в одних цифрах, люди это поймут. И далеко вы не заедете. Еще этот продукт подвязан под мою глобальную цель. Вы знаете, я хочу изменить образование. Создать такие условия, да, чтобы много людей могли получить доступное образование. Много людей хотят расти, развиваться, но у них нет несколько тысяч долларов. Но, представляете, человек вот когда-то купил доступ за 150 долларов, да, а в следующем году я условно приглашу Роберта Киасаки, и он сможет ему задать вопрос. Добавлю еще кучу крутых курсов. И он всего лишь за 150 долларов может задать вопрос Роберту Киасаки, пройти курсы по крипте, пройти мастер-классы, обучаться он может у меня, всего лишь за 150 долларов, потому что когда-то раньше он купил подписку, и она пожизненная, представляете? Вот, кстати, недавно в закрытом канале люди имели возможность задать вопросы Маргулану. Вот где еще вот за такие деньги можно получить столько возможностей? Никто такого не внедрил. Я вот придумал такую штуку, вот такую глобальную, можно сказать, онлайн, онлайн-экосистему для развития, где будет абсолютно все. Здесь будет абсолютно все. И вот человек покупать доступ платит только один раз. Вот такую тему я придумал. Вот недавно в закрытом канале мы провели мастер-класс по брейн-хакингу. Это вот открытый канал, там вот вся информация, можете почитать, первая ссылка в описании. Смотрите. Какие отзывы, да, и получают людей? Спасибо большое за такую возможность. Три часа максимальной продуктивности и знаний. Хотел поблагодарить за мастер-класс. Круто, что ты внедряешь такой формат. Ребята, зачем мне это делать? Я уже вот с этого человека, с этого человека, который оставил отзыв, я с них не зарабатываю деньги. Они мне заплатили один раз. Я больше с них не заработаю. Зачем мне стараться договариваться за мастер-класс? Зачем вот мы вот курсы делаем? Да, кучу денег и времени тратится на курс вот по заработку на DeFi. Это мы его делаем. Зачем мне договариваться с Маргуланом за курс? Зачем? Это все бесплатно. Это бесплатно. Я не зарабатываю с этого денег. Я просто продолжаю добавлять сюда пользу. Вот, потратил деньги, купил курс по биткоину, выкупил права. Ребята, это все бесплатно. Зачем я это делаю? Чем больше отдаешь, тем больше получаешь. Я продолжаю отдавать людям. И что я получаю? Да, я получаю крутейшие отзывы. Когда мне вот закидывают, ты что, отзывы покупаешь? Ребята, ну какие же дураки, да, вот когда вот такое пишут. Не нужно ничего покупать, если ты будешь отдавать людям. Люди сами будут писать вот такие вот отзывы. Вот отзывы о проекте Instarning и отзывы о закрытом канале. Вот эти все отзывы. Купил курс, да? Прослушал все твои голосовые. Вот, Тарас, хочу поблагодарить тебя за все. Ты изменил мою жизнь. Это вот отзывы из закрытого канала. Такое ни за одни деньги, ребята, не купишь. Ты отдаешь, и люди тоже тебе отдают. Вот и все. Люди это видят и подтягиваются ко мне. Они хотят быть вот в таком сообществе. Вот можете почитать отзывы о проекте Instarning. Смотрите. Вот человек татуху набил. Купишь такое за деньги? Никогда в жизни. Никогда в жизни нужно отдавать людям. И тогда будешь вот такое вот получать. Можете почитать, да? Благодарю за ваш труд. Спасибо огромное. Ты изменил мою жизнь. Чем больше даешь, тем больше получаешь. Я сделал уникальный продукт. Без подписок. Хотите быть в нашем сообществе, присоединяйтесь. Один раз покупайте и пожизненно вы с нами. И когда мне говорят, ты неправильно ведешь бизнес. И я им отвечаю, может это вы неправильно ведете бизнес. Ты мог бы зарабатывать больше. Я говорю, камон. Какие у тебя вот результаты по продажам? Да, вот мы общались на форуме там с одним человеком. У него тоже закрытый клуб. Я говорю, а сколько ты вот зарабатываешь? Покажи мне свои результаты по продажам. У него подписки. У него все красиво оформлено, да? Он там дизайнеров каких-то там нанял. Но за этой всей картинкой, ну люди же видят, куда они пришли. Люди видят, что ты про деньги, да? Хоть у тебя все красиво. Ну собрал ты там с людей деньги. Еще раз собрал. Благодаря такой концепции я больше зарабатываю. Ну это мы сравнивали там хорошие месяца. Да, понятное дело, сейчас я не зарабатываю. Деньги идут на благотворительность. Это когда вот все было хорошо, не было войны. То есть вот мы сравнили с ним, да? Вот у меня в 7 раз больше продаж, чем у него. Ну в среднем в 7-6 раз у меня больше продаж, чем у него в месяц. Вот и все. Вот и все. Может это он не умеет делать бизнес? Опять же, эта концепция работает в долгую. Только в долгую этот принцип работает. Поэтому я продолжаю, да, нести людям пользу, делать бизнес на таком принципе. Я хочу пригласить миллиардеров, миллионеров, чтобы они проводили мастер-классы, чтобы они общались с подписчиками, чтобы подписчики задавали вопросы. И это будет бесплатно для людей. Бесплатно. Люди будут видеть отношения. Какое мое отношение вот к этому всему. Многие, кстати, дарят доступ в закрытый канал на день рождения. Там своим друзьям. Вот мне люди пишут, Тарас, я привел трех своих друзей. Теперь вот мы все вместе. Вот как это работает. Вот как это работает. Люди сами будут тебя продвигать, рекламировать. Потому что, ну, они видят, какое здесь у нас отношение в сообществе. В общем, друзья, если вы внедрите этот принцип, я гарантирую, что вам это окупится. Но, опять же, вы должны его внедрить не с какой-то корыстной целью. Вот я сейчас внедрю, да, чтобы потом заработать больше. Это все должно вот отсюда идти, от души. Это все, ну, естественно, должно получаться. Потому что, опять же, люди все видят. Люди все видят. И сразу же вас раскусят. Так что не пытайтесь придумывать какие-то схемы. Все эти схемы, это все полный шлак. Я уже говорил. Занимайтесь своим делом. Усиляйте сильное. Развивайте его. А люди вам будут подсказывать. Люди будут сами предлагать идеи. Тарас, можно вот так вот улучшить сообщество. Вот мне люди писали. Как общаться с успешными людьми? Тарас, создай чат миллионеров. Все, я создал чат миллионеров. И теперь люди, да, общаются в чате миллионеров. Тарас, блин, было бы круто приглашать экспертов. Пожалуйста. Людям это нравится. Люди будут о тебе говорить. И будут тебя, можно сказать, рекламировать. Вот и все. Это должно быть все естественно. От души. И тогда вы будете получать больше. Друзья, давайте подведем итоги. Итак, как построить успешный бизнес и обойти конкурентов. Первое. Анализ конкурентов. Перед тем, как запустить свой продукт, мы анализируем другие продукты. И смотрим, какие там недостатки, какие там жадные точки. Вот это очень важно. Я посмотрел, ага, ты скидку не даешь. А я буду давать скидку. Это мое конкурентное преимущество. Или вот еще пример. Нашел группу по заработку. Вход стоит 3000 долларов. Ну, я думаю, проанализирую, да, каких-то крутых ребят. Блин, три косаря зелени. Что же они там такого рассказывают на эти три куска? Начинаю пробивать. Я доступ не купил. Начинаю пробивать. Нашел человека. Состоит в этом сообществе. Я говорю, ну как там? Говорит чувак, это полный бред. Это вообще не стоит тех денег. Я бы даже 100 баксов не заплатил. Все понятно. Поговорили. Я проанализировал, что в этом сообществе. Все понял. Будешь жадным? Окей, да, заработаешь ты там свои 100 тысяч долларов. Да, 30 человек соберешь. Молодец. Окей. Я буду работать по-другому. Я буду работать в долгую. Это все дело ненадолго. И те люди в будущем могут стать моими клиентами. Дальше. Второе. Начинаем давать людям больше. Отдаем. Даем людям больше, чем все остальные. Это ваша уникальность. Это ваше конкурентное преимущество. У меня будет это, а у тебя этого не будет. Я дам это людям. А ты окей, жадничай дальше, да? Еще, ребята, важный момент. При анализе сообществ я заметил такую вещь, что вход во многие сообщества нельзя оплатить с помощью карты. Вот есть крипто-сообщества. И можно оплатить вход только криптой. Ну подумайте, насколько это глупо. Люди теряют клиентов. Человек начинающий. Он в крипте не разбирается. Он хочет вступить в сообщество. И нужно ему оплачивать только криптой. У него нет еще кошелька. Он может оплатить только карты. Потом он в сообществе уже научится, как завести условно там кошелек. Я думаю, у меня будет оплата и криптой, и картой. Вот вы можете оплатить доступ криптой. Вот, можете внизу нажать вот сюда, написать в поддержку. И вы можете оплатить доступ криптой. Вы можете оплатить, скинуть деньги на WebMoney. Да, любым способом. На Яндекс.Деньги. Любым способом вы можете оплатить вход. Вот еще вам один лайфхак, как не терять клиентов. Ребята, вот вам мой мастер-класс по бизнесу. Записывайте это все. Внедряйте это все в свой бизнес. Мелочи, да, но крипто-сообщества теряют клиентов. Ну и третье. Если вы отдаете, не стесняйтесь об этом говорить. Вы же даете, да. Это они должны стесняться, которые жадничают. Вот они должны стесняться. А вы не стесняйтесь. Вы даете больше, чем остальные. Почему вы должны стесняться? Вот поэтому я говорю, регистрируйтесь по моей реферальной ссылке. Почему бы нет? Я же даю. Вы чего меня там хейтите в комментах, что я везде продвигаю свою реферальную ссылку? Вы идите, хейтите тех, кто не дает скидку. Делай бизнес не только цифрами. Делай бизнес душой, отдавая людям. По-человечески относись. Это всегда окупается. Всегда в будущем окупится. И не думай никогда, что оно там тебе окупится. Не думай, просто делай. Просто делай, просто отдавай, просто неси пользу. Да, на первых порах, возможно, не будет заработка. Но каких заработков не будет? Каких заработков? Финансовых. Но будут другие заработки? Будут репутационные заработки. А когда будут репутационные заработки, придут и финансовые заработки. Все здесь просто. Друзья, и при такой модели вам не нужна будет реклама. Люди – это ваша самая лучшая реклама. Вот я работаю по такой модели. Вы видели, чтобы я где-то рекламировался? Чтобы где-то была реклама на ютубе у какого-то другого блогера? Чтобы где-то в телеграм-канале вы нашли ссылку на мой закрытый канал? Кто-то меня рекламировал? Нет. Потому что люди, которые залепливают все рекламой, что для них важно? Деньги заработать. Деньги заработать. Почему они так рекламируются? Они хотят привлечь людей, чтобы с них заработать. И когда везде реклама, там, вступи сюда, вступи сюда, это сразу же вызывает подозрения. У меня другая концепция. Не я нахожу людей, да? Если бы я залепил все рекламой, это бы я искал людей. Я делаю так, чтобы люди меня находили. Чтобы люди сами меня находили. Не я находил людей, а люди меня находили. Для этого не нужно ничего залепливать рекламой, потому что, ну, это вызывает, ну, подозрения, да? Значит, ты хочешь кому-то что-то впарить, кому-то навязать свой продукт, ты хочешь на ком-то заработать. Также большой и очевидный плюс здесь в том, что ты вообще не тратишься на рекламу. Вот мой бюджет на рекламу за все время ноль. Ноль. Ты не тратишь вообще на рекламу деньги. Еще мне очень помогают, конечно же, алгоритмы Ютуба. Они сами находят целевую аудиторию. Они мои видео рекомендуют только тем людям, которые интересуются саморазвитием, которые интересуются там инвестициями. Ютуб делает всю работу за меня. Мне нужно только снимать полезный контент. И вы могли заметить, вот сейчас очень важный нюанс, что это видео является своего рода также рекламным видео. Здесь, можно сказать, присутствует реклама, но она как бы и не присутствует. Это не прямая реклама. Ребята, я никогда не занимаюсь прямой рекламой. Мотайте вот сейчас все это на ус. Смотрите, самая лучшая реклама, это не прямая реклама, это когда ты рассказываешь о своем продукте изнутри, когда ты показываешь процессы, когда ты рассказываешь философию, когда ты рассказываешь, как ты все это выстраивал. Вот это лучшая реклама. А не взять, закупить у других блогеров рекламу с призывами «Вступайте ко мне, у меня лучший продукт». Ребята, это полная херня. Таким вообще мошенники занимаются. Супертрейдер научит тебя зарабатывать. Подписывайся. Кто вообще на такую херню ведется? Расскажите о себе. Будьте открытым. Будьте открытым. Покажите, как вы выстраиваете все процессы. Расскажите, как вы создавали свой продукт. Вот лучшая реклама. Расскажите, какие цели вы преследуете. Какая у вас философия. К чему вы стремитесь. Вот лучшая реклама. Вообще, заметили, я все выстраиваю на открытости. Люди все обо мне знают. Люди знают мою жену. Люди знают, куда я путешествую. Люди все обо мне знают. Люди знают, где находится мой барбершоп. Люди могут меня встретить на улице. Люди все обо мне знают. И это, конечно же, вызывает доверие у людей. А если люди скрывают свое лицо, ну, значит, они занимаются какими-то черными схемами. Не все, конечно же, не все. Есть люди, которые не хотят светиться, но не нравится им вот эта медийность, популярность. Не нравится им, когда к ним подходят на улице. Да, есть такие люди. Но таких людей очень мало. Но в основном те люди, которые скрываются и зарабатывают в интернете, у них не все прозрачно с доходами. Если тебе нечего скрывать, если ты там платишь налоги, если у тебя все честно, прозрачно, ну, будь открытым. В общем, ребята, это не для всех, но связку вы эту должны понимать. Открытость, доверие, деньги. Так, ребята, добавляю вот еще эти два пункта, о которых мы только что с вами говорили. Вот. Вот вам основы. Вот на этих пяти основах и строится вся моя бизнес-модель. Эти основы будут работать во все года, во все века. Неважно, в какой бизнес вы эти основы внедрите. Ребята, успех гарантирован. В общем, друзья, это мои принципы. Так я работаю. Вы можете, конечно же, не разделять мои принципы. Вот. Но самое главное, что здесь? Быть богатым и счастливым при этом. Вот и все. Вот и все. Находиться в крутом окружении, которое тебя мотивирует, которое тебя поддерживает, и ты хочешь дальше отдавать, ты хочешь дальше нести пользу. Бизнес же должен делать вас счастливым. Да, вообще это все должно быть связано. Бизнес и счастье. Это вы должны жить этим всем. И тогда вы будете гордиться своим делом, кайфовать. Это будет вашим смыслом. Смыслом жизни. Не просто, да, создать что-то, чтобы заработать. Нет. Это будет вашим смыслом. И поэтому вы будете всегда топить за это. Вы будете всегда в этом вариться. Вы будете этим жить. И люди это увидят. В общем, друзья, на этом я буду заканчивать. Я надеюсь, вы очень-очень много пользы извлекли из этого видео. Если это так, поставьте, пожалуйста, этому видео лайк. Подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Пишите в комментариях, на какую тему мне еще снять мастер-класс. Если вы уже эту тему в комментариях у кого-то увидели, поддержите этот коммент лайком, чтобы он поднялся в топ. И я этот коммент увидел. В общем, ребята, я хочу все завершить одним вот таким выводом. Моральные ценности важнее математики. Никогда это не забывайте. Всем пока.